Предел же состояния и закон душ совершенных, благочестию таковы, непленяемое сердце, совершенная любовь, источник смиренно-мудрее, исшествие ума, христового волнения, неокрадение света и молитвы, изобилие о сиянии Божие, желание смерти, ненависть жизни, отвращение от тела, молитвенника о мире, как бы насильно преклоняющий Бога на милость, сослужебник ангелам, бездна разума, дом таинств, хранилище неизреченных откровений, спасатель человеков, Бог над бесами, господин страстей, владыка тела, повелитель естества, чуждый греха, дом бесстрастия, подражатель владыки, помощи владыки. Мы даже не пристанно заботимся о духовном чувстве и искать его, ибо когда оно явится, тогда внешние чувства перестанут обольстительно действовать на душу. И зная это, некто из премудрых сказал, и чувство Божие обрящешь. Притча 2.5.3. Жизнь монашеская в отношении дел, слов, помышлений и движений должна быть проводима в чувстве сердца. Если же не так, то она не будет монашеской, не говорю же ангельская. Некоторые, так сказать, по природе склонны к воздержности или к безмолвничеству, или к чистоте, или к скромности, или к кротости, или к умилению. На другие имеют природу почти совершенно противную вышесказанным добрым качествам, но насильно принуждают себя к тем, и хотя иногда и побеждаются, однако их, как понудители естества, я похваляю больше первых. 15. Свет монахов – суть ангела, монахи же – свет для всех человеков. И потому да подвизаются они быть благим примером во всем, никому ни в чем не полагая притыкания, ни делом, ни словом. С помощью Святой Троицы вооружимся против трех главных страстей тремя добродетелями. Если не так, то мы сами на себя навлечем множество трудов. 16. Если Бог воскреснет в нас деянием, то расточатся враги Его. 17. Если мы видением приблизимся к Нему, то побежат ненавидящие Его и нас от лица Его и нашего потом трудом наиболее, а ненагим словом постараемся научаться познанию божественных истин, ибо ни слова, а дела должны мы показать во время исхода. 18. Услышавшие, что сокровище сокрыто на известном месте, ищут его и с трудом нашедшись, тщательно сохраняют обретенное. 19. Без труда же разбогатевшие бывают расточительны. 20. Какие грехи происходят от восьми главных страстных помыслов, и какое из трех главных родителей есть каждому из пяти прочих? 21. Матерь блуда есть объедение, матерь уныние – тщеславие. 22. Печаль и гнев рождаются от всех трех главных страстей, а гордости матери есть тщеславие. 22. Какие же грехи происходят от восьми главных? 23. На это скажу, что в неистовых страстях нет толку и порядка, но всякое бесчиние и нестроение. 24. Безвременный смех, например, иногда рождается от беса блуда. 25. Иногда тщеславие, когда человек сам себя внутри бесстыдно хвалит. 26. Иногда же смех рождается от присущения. 26. Много спаний происходит иногда от насыщения, иногда от поста, когда постящиеся возносятся. 27. Иногда от уныния, иногда просто от естества. 28. Многословия происходит иногда от насыщения, иногда от тщеславия. 29. Хула есть, собственно, по рождению гордыни, но нередко она рождается от осуждения ближнего в том же самом, или от неприязненной зависти бесов. 25. Ожесточение сердца бывает иногда от пресыщения, иногда от бесчувствия, иногда же от пристращения к чему-либо. А пристращение опять бывает иногда от блуда, иногда от сребролюбия, иногда от чревоугодия, иногда от тщеславия и от многих других причин. Лукавство происходит и от превозношения, и от гнева. 26. Лицемерие от самодовольства и от своечиния. 27. Противоположные же этим добродетели рождаются от противоположных родителей. 28. Но как мне не достало бы времени рассуждать о каждой из них по рознь, то вообще кратко скажу, что умершление всем означенным страстям есть смиренно мудрее. 29. И кто приобрел эту добродетель, тот победил все страсти. 30. Страх, который чувствует к начальникам, да будет для нас примером страха Божия. 31. И любовь к телесной красоте, да будет для нас образом любви к Богу. 31. Ибо ничто не препятствует нам брать образцы для добродетелей и от противных им действий. 32. Не в трудах одних является Бог, но при них в простоте и смирении. 33. Хотя сила Божия в немощи совершается, но не смиренно мудрого делателя отринит Господь. 31. Болезнь посылается иногда для очищения согрешений, а иногда для того, чтобы смирить возношение. Благие наши, всеблагие, Владыка и Господь, видя, что кто-нибудь весьма ленив к подвигам, смиряет плоть его недугом, как менее трудным подвигом, и иногда этим очищает душу от лукавых помыслов и страстей. 32. Все случающееся с нами, видимое или невидимое, бывает принимаемо трояко, или с добрым, или страстным, или с неким средним расположением. 33. Я видел трех братьев, потерпевших ущерб. 34. Один из них негодовал, другой прибыл без печали, а третий принял это с великой радостью. 35. Видел я земледельцев, которые бросали в землю одинаковые семена. 36. Но при этом каждый из них имел свое особое намерение. 37. Один, чтобы долги уплатить, другой, чтобы обогатиться, третий, чтобы почтить дарами владыку своего. 38. Но иные имели при этом в виду заслужить за свое доброделание похвалу от проходящих путем жизни этой, или досадить завистливому врагу своему, или избежать укоризны от людей за праздность. 39. Вот наименование семян этих земледелателей – пост, бдение, милостыня. 40. Разные служения и тому подобное. 41. Намерения же свои братья сами пусть тщательно испытывают о Господе. 35. Как терпая воду из источников, иногда незаметно почерпаем и жабу вместе с водою, так и проходя добродетели, мы часто исполняем тайны, сплетенные с ними страсти. 36. Так странолюбием сплетается шревоугодие, с любовью блуд, с рассудительностью, излишняя строгость, ригоризм, с благоразумием лукавства, с кротостью, подозрительность, 37. Медлительность, леность, прикословие, своечиние и непослушание, с молчанием – гнев учительства, 38. Гнет учительства, с радостью – самомнение, с надеждой – леность, с любовью – опять осуждение, 39. С безмолвием – уныние и леность, с чистотой – горечь, смиренно-мудрием – дерзновение безмеры. 40. За всеми же ими, как общее вращество, а лучше же сказать – отрава, следует тщеславие. 41. Не будем скорбеть, когда просят чего-либо у Господа, долгое время не бываем услышанных. 42. Господь сам в себе хотел бы, чтобы все люди в одно мгновение сделались бесстрастными, 43. Но встречаются большие препятствия от нашего произволения. 43. Все, просящие чего-нибудь у Бога и не получающие, без сомнения, не получают того по какой-нибудь из следующих причин, 44. Или потому что просят прежде времени, или потому что просят выше меры своей и под тщеславию, 45. Или потому что, получив просимое, они возгордились бы или впали в нерадение. 45. Бывает, что в иных, не только верных, но и неверных, отходят все страсти, 46. Оставив только ту одну, которая, как зло первенствующее, одна заменяет все прочее, 47. И которая столь вредоносна, что может свергнуть с самого неба – это гордость. 47. Вещество страстей потребляется, будучи снедаемо и искореняемо из души божественным огнем. 48. Иногда бесы отступают и сами собою, чтобы ввести нас в беспечность, 49. Но потом внезапно нападает на бедную душу, расхищает ее, 50. И до такой степени приучает ее к порокам, что она после того уже сама себе наветует и против себя воюет. 49. Известно мне иное отступление от тех зверей, 50. Бывающее тогда, когда душа совершенно утвердится в греховных навыках. 50. Пример этого видим в младенцах, которые от долгой привычки сосут пальцы, 51. Когда матери не дают им боли сосать грудей. 51. Знаю еще и пятое бесстрастие, которое бывает в душе от многой простоты и похвального незлобия. 52. Таковым посылается помощь от Бога, спасающего правых сердцем, 53. И неприметно для них самих избавляющего их от страстей. 53. Подобно как младенцы, когда с них снимут одежду, вовсе не примечают наготы своей. 54. Греха и страсти, естественно, нет в природе, 55. Бог не творит страстей. 55. Добродетели же многие даровал Он нашей природе, из числа которых суть и следующие. 56. Милостыня, ибо язычники сострадательны. 56. Любовь, ибо частые бессловесные животные проливают слезы при потере друг друга. 57. Вера, ибо все мы от себя ее порождаем. 58. Надежда, ибо мы, когда взаимдаем, 58. Берем, или берем, и когда сеем, и когда плаваем, делаем это, надеясь обогатиться. 59. Итак, если, как доказано, любовь и добродетели, естественно, присущи нашей природе, 60. Любовь же есть исполнение закона, 60. То явно, что добродетели не чужды нашему естеству, 61. Ибо постыдятся те, которые извиняют неделание добродетелей своим бессилием. 61. Но что касается до чистоты и безгневия, 61. Смиренно-мудрия, молитвы, бдения, поста и всегдашнего умиления, 62. То эти добродетели выше естества. 62. Некоторые из них научили нас некоторым своим примером. 63. Образцами других были для нас ангелы, 63. А иных учитель и дарователь есть сам Бог. 65. Бывает, что когда стоим на молитве, встречается дело благотворения, 65. Не допускающее промедления, в таком случае надо предпочесть дело любви, 65. Ибо любовь больше молитвы, так как молитва есть добродетель частная, 65. А любовь объемлет все добродетели. 66. Нередко Бог по распоряжении своего промысла 66. Оставляет в духовных людях некоторые легчайшие страсти для того, 66. Чтобы они, взирая на эти легкие, почти безгрешные немощи, 67. Много себя укоряли и тем приобрели некрадомое богатство смиренно-мудрие. 67. Кто вначале не жил в повиновении, тому невозможно приобрести смирение. 68. Ибо всякий, сам собой научившийся художеству, много о себе мечтает. 69. Двумя преимущественно добродетелями отцы ограничивают деятельную жизнь 69. Постом и послушанием. 69. Исправедливый, ибо первый есть истребитель сластолюбия, 70. Второй ограждает это истребление смиренно-мудрием. 70. И плач двояко имеет действие, так как с одной стороны истребывает, 70. А с другой рождает смиренно-мудрие. 71. Давать всякому просящему свойственно благочестивым. 72. Давать и непросящим есть дело благочестивейшим. 73. А не требовать взятого от взявшего взаймы, 74. Особенно, когда он имеет возможность отдать, 75. Принадлежит только одним бесстрастным. 75. В отношении ко всем страстям и добродетелям. 76. Будем непрестанно испытывать, где мы находимся – 76. В начале, в середине или в конце. 77. Все бесовские брани против нас происходят от трех следующих причин – 77. Самоугодие, гордости и зависти бесов. 78. Иное дело молиться против помыслов, иное – противоречить им. 79. И иное – ни во что их вменять и быть выше их, или властвовать над ними. 79. Средний из них, то есть могучий противоречий, часто прибегает к первому способу по причине своей неготовности. 80. Но первый еще не может вторым образом отвергать врагов своих, а третий в конец посмевается врагам. 81. Как имеющие здравое чувство обоняния, могут ощущать ароматы, хотя кто и тайно их при себе имеет. 81. Так и душа чистая, познает в других и благоухание, которое сама получила от Бога. 81. Из вас мрадия, от которого совершенно избавлена, хотя другие этого и не примечают. 82. Хотя не все могут быть бесстрастны, а однако спастись могут все. 83. Не давай возобладать над тобой и наплемением к оным, которое побуждает тебя испытывать неизреченные судьбы промысла и смотрения Божьего в отношении к людям, 84. И тайно внушает, будто Господь лицеприятен. 85. Это суть исчадия самомнения, и признаются таковыми. 85. Некоторые сказали, что одни бесы сопротивляются другим, а я удостоверился, что все они ищут нашей погибели. 86. Всякому духовному деланию, видимому или умственному, предшествует собственное произволение и искреннейшее желание, которое при содействии Божьим приводится в дело. 87. Ибо если первое произволение и желание не предварят, то не последует и второе содействие Божие. 87. Время всякой вещи под небесием, говорит Экклесиаст, и так, да не обольщает нас горделивое усердие, побуждая прежде времени искать того, что придется в свое время. 88. Не будем искать во время сеяния того, что принадлежит жатве. 89. Ибо есть время сеять труды, и есть время пожинать неизреченные дарования благодати. 89. В противном случае мы и в свое время не получим того, что тому времени прилично и свойственно. 90. Некоторые по непостижимым распоряжениям промысла Божия получили благодатное дарование прежде трудов, другие в самых трудах, иные после трудов, а некоторые уже при смерти. 90. Достойные испытания, кто в них в смирении и прочих. 60. Есть отчаяние от множества грехов и тягот и совести, есть отчаяние от гордости и возношения. 61. Тогда впадшие в грех думают, что они не были достойны оставления до падения. 61. От первого исцеляет воздержание от грехов и надежда благая, а от последнего – смирение и никого не осуждение. 62. Во всех твоих начинаниях и делах, и наружных, и внутренних испытывай, истинно ли в угодность Богу предприемлются они и совершаются. 63. Признаком того, что дело не наше благоугодно Богу, в новоначальных служит преуспевание в смирении, в средних прекращении внутренних браний, а в совершении – умножение и изобилие Божественного Света. 63. Когда воздух очищается от облаков, тогда солнце показывается во всем своем сиянии. 64. Так и душа, которая сподобилась прощению грехов и освободилась от страстных навыков и помыслов, без сомнения видит свет Божественный. 64. Некоторые ублажают больше всего чудотворения и другие видимые духовные дарования, не зная того, что есть много превосходнейших дарований, которые сокровенны и потому безопасны от падения. 65. Совершенно очистившись от страстей, видит душу ближнего, не самое существо ее, но ее устроение, чувство и расположение. 66. Преуспевающий же еще судит о душе по телесным ее действиям. 66. Немощные душою должны познавать посещение Господне и его милость к ним из телесных болезней, бед и внешних искушений. Совершенное же познают посещение Божие по присутствию в них Духа Святого и по умножению дарований. 66. Есть между злыми духами бес предваритель, который тотчас по пробуждению является искушать нас и оскверняет первые наши мысли. 66. Посвящай начатки дня Твоего Господу, ибо кому прежде отдашь их, того они и будут. 67. Один искуснейший делатель сказал мне следующее достойное внимания слова. 68. Поначалу утра узнаю я все течение дня моего. 69. В случающихся с нами искушениях бесы борют нас. 69. Сказать или сделать что-либо неразумное. 70. И когда не смогут одолеть нас, то тихо, подступивши, тайно влагает гордое благодарение Богу. 71. Мудрствовавшие горние по смерти восходят на небеса, а прилипляющиеся к земному нисходят в страну преисподнюю, ибо для душ, разлучающихся с телами, нет третьего среднего места. 72. Как олень, палимый жаждая, желает вод, так инокиды желают постигать благую волю Божию. 73. И не только волю эту, но и то, когда примешивается к ней наша воля собственная, и когда действует даже противная сила. 74. И то еще должно быть предметом их рассмотрения, какие дела должны быть исполняемы неотложны и без всякого промедления, и какие бесторопливости и сосмотрительностью. 70. Все, хотящие познать волю Господню, должны прежде умертвить в себе собственную волю, и, помолившись Богу с верою и нелукавою простотою, вопрошать отцов и братьев в смирении сердца и без всякого сомнения в помысле, и принимать советы их, как из уст Божиих, хотя бы они и противны были собственному их разуму. 71. Много смиренно мудрее исполнены те, которые руководствуются этим правилом без сомнения, и Бог не попускает им прельщенными быть. 72. Некоторые узнавали волю Божию и так – отрешали помысл свой от всякого склонения к тому или другому волению души, то есть и к побуждающему на дело, и к противоречащему тому. 73. И, обнажив ум свой от собственной воли, представляли его с горячим молением Господу в продолжении положенного числа дней, и таким образом достигали познания воли его или тем, что мысленный ум мысленно изрекал ее уму их, или тем, что одно из тех помышлений совершенно исчезало из души. 74. Другие о скорби и затруднениях, какие встречало их начинание, заключали, что оно согласно с божественной волею. 75. Иные, напротив, по неожиданной помощи, которую получали в своем деле, ощущали, что оно благоугодно Богу, говоря в себе «Бог содействует только избирающему благое». 75. Кто просвещением свыше стяжал в себе Бога, тот скоро извещается о святой воле Божией, как в делах скорости требующих, так и в делах, дозволяющих промедление старым способом, то есть благопоспешением. 75. Праведен Бог и дверь и милосердие своего не заключи для тех, которые стучатся в них со смирением. 75. Во всех случаях должны мы испытывать намерение наше, ибо Господь на то взирает во всех делах наших. Все, что чуждо при страсти и всякой нечистоты, и делается единственно для Бога, а не ради иного чего-нибудь, вменится нам во благое, хотя бы оно и не совсем было благо. 76. Есть мужественные души, которые от сильной любви к Богу и смирения сердца покушаются на деяния, превосходящие меру их. 77. Но есть и гордые сердца, которые отважаются на такие же начинания по внушению врагов наших, ибо враги наши часто нарочито подущают нас на дела, превышающие меру нашу, 78. Для того, чтобы мы, не получивши успеха в них, впали в уныние и оставили даже и те дела, которые соразмерны нашим силам, и таким образом сделались бы посмешищем наших врагов. 79. Видел я немощных душою и телом, которые за множество согрешений своих покусились на подвиг выше их меры, но не могли понести их. 79. Я сказал им, что Бог судит о покаянии не по мере трудов, а по мере смирения, сопровождаемо плачем, сокрушением и отвращением от греха. 79. Иногда воспитание бывает причиной крайних зол, а иногда худое сообщество. 80. Но часто и собственное развращение души достаточно, и их погибели. 81. Кто избавился от первых двух зол, тот избавится, может быть, и от третьего. 81. А в ком господствует третья, тот не потребен на всяком месте. 81. Нет места безопаснее, как небо, однако же и там некоторые погибли от своей развращенной воли. 82. Между нечистыми духами есть такие, которые лукавее других. 83. Они не довольствуются тем, чтобы одних нас ввести в грех, но советуют нам и других иметь сообщниками зла, чтобы навлечь на нас лютейшие муки. 84. Видел я одного человека, который передал другому свою греховную привычку. 85. Потом же, пришедший в чувство, начал каяться и отстал от греха. 85. Но так как наученный им не переставал грешить, то покаяния его действительно не было. 80. Слушание повествования о подвигах и добродетелях духовных отцов ум и душу возбуждают к ревности. 85. А слушание по учению их есть светильник во тьме, возвращение заблудших на правый путь, просвещение слепотствующих. 86. Кто желает представить Господу тело целомудренным и сердце чистым, тот должен сохранять безгневие и воздержание, потому что без этих двух добродетелей весь труд наш будет бесполезен. 86. Между добродетелями есть дочери и есть матери добродетелей. 87. Разумный подвизается наиболее о приобретении матерей. 87. Сам Бог собственным действием научает матерям, а для научения дочерям наставников много. 88. Будем внимать, чтобы скудость наслаждения пищи не пополнять излишеством сна, и наоборот, ибо так поступать неразумно. 88. Между нечистыми духами есть и такие, которые в начале нашей духовной жизни толкуют нам Божественное Писание. 89. Они обыкновенно делают это в сердцах тщеславных, и еще более в обученных внешним наукам, чтобы, обольщая их мало-помалу, вернуть их, наконец, в ереси и хулы. 89. Мы можем узнавать это бесовское богословие, или, лучше сказать, богоборство, по смущению, по нестройной бесчинной радости, которая бывает в душе во время этих толкований. 85. Мы никогда не перестанем преуспевать в добродетели и любви ни в этом веке, ни в будущем. 86. Светом, просвещением свыше, приемляв всегда новый свет разума. 87. И ангелы, эти умные существа, не пребывают без преуспеяния, но всегда приемлят славу к славе и разум к разуму. 87. Не будь строгим судьей тех, которые словами учат о великих добродетелях, так как по благому деланию ленивы, ибо недостаток дела часто восполняется пользой того учения. 87. Мы не все стяжали все в одинаковой, в равном мере. 88. Некоторые имеют превосходство более в слове, чем в деле, а в других, напротив, дело сильнее слова. 89. Бог не есть творец зла. 90. Потому заблуждает те, которые говорят, что некоторые из страстей из истинной душе, не разумея того, что мы сами свои природные свойства к добру превратили в страсти. 91. По естеству, например, имеем и семя для чадородия, а мы употребляем то беззаконное сладострастие. 91. По естеству, есть в нас и гнев, но на древнего того змея, а мы употребляем то против ближнего. 92. Нам дана ревность для того, чтобы мы ревновали о добродетелях, а мы ревнуем о пороках и подобное. 93. Неленостная душа воздвигает бесов на брань против себя, с умножением же брани умножаются и венцы. 94. Неуязвляемый супостатами не получит никакого венца, а кто от случающихся нападений не унывает духом, того восхвалят ангелы, как храброго воина. 95. Непрестанно испытывая проявления в тебе страстных движений, увидишь, что в тебе находятся многие страсти, которых, будучи в недугах душевных, мы распознать не можем или по немощи нашей, или по причине глубоко укоренившегося греховного навыка. 90. Бесы часто отвлекают нас от легчайшего и полезного и побуждают предпринять труднейшее. 91. Общежитие, устроенное по Богу, есть в белильне духовное, стирающее всякую скверну и грубость, и все безобразие души. 92. А цельничество же может назваться красильней для тех, которые сперва очистились от вожделения, памятозлобия и раздражительности, и потом уже удалились на безмолвие. 93. Без блуда и без гнева, без чрева неистовства, без уныния и сонливости, не имеет свойства возгордевать ум наш, а напротив, смиряет его. 94. Бесы же сребролюбия, любоначалия, многословия и многие другие, к злу греха присовокупляет обыкновенное и зло возношение, и без осуждения подобен им и в этом. 95. Если винок, посетив мирских людей или приняв их у себя через час или через день по разлучению с ними, уязвится стрелой печали, вместо того, чтобы радоваться о своем избавлении от препятствующей течения его сети, то он служит игралищем страсти, тщеславия или блуда. 96. Со многим рассуждением должны мы рассматривать, когда и в каких случаях должно нам стоять против предметов страстей и бороться с ними, и когда отступать. 95. Ибо иногда можно по немощи предпочесть и бегство, чтобы не умереть душевно. 95. Как ветры в тихую погоду колеблют только поверхность моря, а в другое время приводят в движение самую глубину, так должно заключать и о ветрах тьмы. 96. Ибо в страстных людях колеблют они самое чувство сердца, а в преуспевших уже только поверхность ума, потому эти последние скорее восстановляют в себе обычную тишину свою, остававшуюся неприкосновенную. 97. В воздержании есть матерь здравия, а матерь воздержания есть помышление о смерти и твердая память о желчи, смешанной с уксусом, которой вкусил Господь наш, Владыка и Бог. 98. Безмолвие есть причина и спаспешник целомудрия. 99. Пост погашает рожжение плоти, сокрушение же сердца есть враг лукавых и студных помыслов. 99. Как змей не может совлечь в себя старой кожей, если не пролезет через тесную скважину, так и мы не можем отвергнуть прежние злые навыки и ветхость души, и ризы ветхого человека, если не пройдем узкого и тесного пути поста и бесчестия. 99. Как яйца, согреваемые под крыльями, оживотворяются, так и помыслы, скрываемые от Отца Духовного, превращаются в дела. 100. 100. Как добрые кони, когда вместе бегут, горячатся один перед другим, так и в общем житии добрых братья один другого побуждает к благой ревности. 100. Как облака закрывают сердце, так и лукавые помышления помрачают и погубляют ум. 100. Как убогие, видя царские сокровища, еще более познают нищету свою. 100. Так и душа, читая повествование о великих добродетелях святых отцов, невольно еще более смиряется в своем образе мыслей. 100. Как настоящего аромата и против воли его обнаруживает благовонный запах, так и имеющий в себе Духа Господня познается по словам своим и по смирению. 100. Как воры не пойдут, сопрометчиво в такое место, где видит лежащим царское оружие, так и мысленные воры, неохотно приступая открадывать того, кто с сердцем совокупил молитву и утвердил ее в нем. 100. Как корабль, имеющий хорошего кормчего, при помощи Божией безбедно входит в пристань, так и душа, имея и доброго пастыря, удобно восходит на небо, хотя и много грехов некогда сделала. 100. Как не имеющий путеводитель, удобно заблуждается на своем пути, хотя бы и весьма был умен, так и идущий самовластно путем иночества легко погибает, хотя бы всю мудрость мира этого знал. 100. Кто слаб телом и наделал много тяжких беззаконий, тот дошествует путем смирения и родственниц с ним добродетели, ибо иного спасения не найти ему. 100. Умоление, злоделание рождает отступление от него. Отступление же от него есть начало покаяния. Начало покаяния есть начало спасения. Начало же саж��ания в покаянии есть благая решимость угождать Бога. Эта благая решимость рождает труды. Начало же трудов добродетели. Начало добродетели. Начало добродетелей – свет. Свет же добродетели – делание. По рождению добродетели – непрерывность помышления и ревнования о ней. Площие порождения непрерывного помышления и ревнования. Навыкновение. Порождение навыкновения о качествовании души добром. О качествовании же души есть матерь страха. Страх рождает соблюдение заповедей небесных и земных. Соблюдение же заповедей есть знак любви. Начало любви – богатство смирения. Богатство смирения – полнота любви. И затем совершенное вселение Бога, соделавшихся чистым сердцем через бесстрастие, ибо таковые узрят Бога. Четвертое. Второй том добротолюбия. Святого Яна Лествичника. Страница 515. О борьбе с восемью главными страстями. О борьбе с чревоугодием. Чудно было бы, если бы кто-нибудь прежде сошествия своего вагро посвободился от нападений со стороны чрева. При страсти многоедения чрево, и будучи насыщенного, пьет алчу, и будучи наполненной и расседаясь от излишества, взывает «Я голодна». Страсти это, имея ясно перед глазами, подстрекает все пожрать за один раз. Кто ласкает лева, то часто укращает его, а кто угождает телу, тот усиливает его свирепость.